3 ноября на всей территории страны прошла уникальная просветительская акция «Большой этнографический диктант» уже во второй раз. Интерес возрос примерно в три раза больше участника. Я в прошлом году не писал, в этом году в обязательном порядке, мне это интересно. Как отмечают организаторы диктанта, в этом году количество его участников увеличилось примерно в три раза, а в ДГТУ одной из пяти региональных площадок акции более 250 жителей Ростовской области решили проверить свои знания в сфере этнографии России. Среди них – почетные гости мероприятия, а точнее, его почетные участники. В преддверии общенационального праздника Дня народного единства граждане Российской Федерации и иностранные граждане, владеющие русским языком, всех возрастов по всей России, пишут «Большой этнографический диктант». Организаторы акции убеждены, от того, насколько хорошо мы будем знать традиции народов, населяющих нашу страну, зависит сплоченность и крепость России. Поэтому диктант включал в себя 30 тестовых заданий, 20 общефедеральных и 10 вопросов, отображающих региональную этнографическую специфику. И вопросы эти были весьма непростые. Вопросы интересные, конечно. Для того, чтобы на них ответить всех, надо знать не только Донской краю, но и многонационную историю нашей Родины. Это сложновато, конечно. Все, что касается Донского края, я считаю, что ответил правильно. А вот насчет северных трудов некоторых, конечно, здесь сложновато. Но интересно. Подогревается интерес к истории нашей России. Мне это очень интересно. Например, интересно посмотреть, кто приходит на эти мероприятия. Решил прийти, чтобы проверить свои знания и узнать, насколько я хорошо знаю другие государства, которые раньше входили в состав СССР или просто другие. Результаты этнографического диктанта будут опубликованы на сайте проекта 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации. 4 ноября в храме Святой Мученицы Татьяны при Донском государственном техническом университете прошло торжественное богослужение в честь Дня Казанской иконы Божьей Матери. 4 ноября – один из немногих дней, когда великий церковный праздник совпадает с большим праздником государственным – Днем Народного Единства. Не случайно, наверное, эти праздники сошлись вместе в одном осеннем дне. Казанской иконе Божьей Матери свойственна особая сила. Достаточно вспомнить, что во время Великой Отечественной войны ее не раз привозили на участки фронтов, где решался исход сражений. Именно Казанскую икону Божьей Матери по приказу самого Сталина пронесли на самолете вокруг Москвы в дни ее обороны. Богослужение в храме Святой Мученицы Татьяны совершил его настоятель – иерей Михаил Гапоненко. Вместе с ним и прихожанами храма молились казаки во главе с атаманом Всевеликого войска Донского Виктором Георгиевичем Гончаровым, а также ректор ДГТУ Бессарион Чихоевич Месхи. По окончанию службы отец Михаил преподнес атаману Всевеликого войска Донского икону Казанской Божьей Матери. Будучи также первым заместителем губернатора Ростовской области, Виктор Георгиевич Гончаров не мог не ознакомиться после службы с ходом строительства высотного общежития ДГТУ. Здесь работы идут полным ходом в соответствии с графиком строительства. Вот так ярко и самобытно проходил День народного единства в стенах первого опорного. Сегодня тысячи делегатов из всех городов и районов Ростовской области, а также южного и северо-кавказского федеральных округов стали участниками второго конгресса народов Дона. Мы очень хотим, чтобы у нас на Донской земле был мир. Мы очень хотим, чтобы все жили дружно, друг другу доверяли и помогали. Что очень важно, именно помогать, потому что мы выстраиваем вектор с вами жизненный в будущее. И вот сегодняшний форум именно позволяет это сделать. Для Ростовской области тема межнациональных отношений является одним из приоритетов. Сегодня в регионе проживает более 150 национальностей. И это то, что является залогом и перспективного, среднесрочного, и долгосрочного развития нашего региона. Поэтому я сегодня, пользуясь возможности, поздравляю всех жителей Ростовской области с Днем народного единства и желаю всем мира и благополучия. Для участников конгресса была подготовлена обширная программа. Выставки, презентации народов Дона, круглые столы, секции, семинары. По итогам работы была представлена концепция государственной национальной политики в Ростовской области. Для участников второго конгресса народов Дона был подготовлен большой праздничный концерт, отображающий все многообразие национальных культур Донского края. Свети же край наш! Единство и народов дружбы край! Субтитры создавал DimaTorzok